ну надо попрыгать короче чтобы у тебя глаза горели перед мастер-классом надо всегда попрыгать наполняешься энергией выходишь и шесть часов просто как песня всем здравствуйте рада вас приветствовать на своем канале меня зовут наталья шик вы попали на обучающий сегодня урок кстати голосуйте за то что вы хотите видеть на моем канале меня склоняют делать влоги не умею учусь надеюсь у меня получится меня склоняют красить себя тоже боюсь себя красить но вот вы так понимаю любите мои болталки болталки будут продолжаться это я вам обещаю визажист психолог из меня привод просто но и такие обучающие ролики я считаю что тоже важны поэтому пишите темы которые вам вас интересует я буду стараться их озвучивать каждый четверг мы с вами встречаемся на моем канале с новым уроком а сегодня посмотрите какой сложный будет макияж у нас нависающая века вы очень просили этот макияж и я вам расскажу 5 лайфхаков как сделать такой макияж для такого века чтобы это было просто великолепно красиво и вкусно смотрим и учимся я не пользуюсь другими продуктами своих кроме своих но меня на ютубе ругают что я использую только свои да а мне сестра вас смотрит очень прям досконально нравится что вы используете только продукт не только мои да вот это вы ее очень нравится ну что свои что еще рассказывать о других например мечтала попасть к вам на макияж и получилось что я пришел реально это вам комментарии давайте привет передадим и сестре сестра оксана привет вы ее только не предупреждайте пусть увидит хорошо вот эти вот места мы с вами немножко под уберем итак первое правило самое важное это брови посмотрите какая здесь ситуация нависающая века и вот это вот века которая неподвижная она очень большое и подвижная у очень маленькая века поэтому наша большая задача это большое века сделать чуть меньше и будем увеличивать подвижная века и убирать неподвижно когда девочки с нависающим веком пытаются приподнять бровь чтобы как-то убрать это нависание и выщипывают нижнюю линию брови получается история что мы еще больше увеличиваем неподвижная века усиливая ощущение вот этой грыжи ощущение нависающего века поэтому нельзя ни в коем случае нижнюю линию брови вот так вот задирать как она в принципе здесь задрано поэтому мы ее будем уменьшать ася молодец у нее уже здесь зарастает значит она уже об этом задумывалась и будем вот по этим естественным природным линиям брови прорисовывать нашу бровь ни в коем случае при нависающем веке не задираем бровь прорабатываем тело брови карандашом можно пудрой можно любыми другими продуктами которые вы любите для бровей именно в том месте где не хватает волосков я вообще не люблю рисовать по всей брови рисую только там где мне реально нужно бровинки добавить для блондинок реально обожаю карандаш блонд по одной причине он делает невесомый бровь вычешу излишки и еще раз подчищу бровь у меня здесь консилер тоже достаточно такой неактивно светлый связан это с тем что мне нельзя чтобы бровь казалось в этом месте выше а любой консилер достаточно светлый и сияющий приподнимает бровь следующее что нужно сделать еще сделать более незаметную бровь чтобы тяжести навека не было потому что если мы сделаем темную плоскую бровь конечно это завалит глаз здесь же мы нижнюю линию сделали достаточно прямой но сейчас будем использовать светлый тинт для бровей и смягчим бровь а вы же к нам в студии ходите да нет я к вам пришла вот когда вы еще здесь где-то когда у вас еще маленькая девочка была на руках и вот тех самых пор я перестала высчитывать брови ну что сейчас наша задача это проработать внешний уголок глаза и посмотрите если вот мы весь цвет вот сюда положим как в обычном макияже то у нас при открытии глаза все спрячется а нам тогда надо ставить во внешний уголок глаза орбитальной линии вот сюда цвет и потом оттягивать на подвижное веко поэтому берем цветовое пятно плоскостью кисточки ставим цветовое пятно сюда прям во внешний уголок глаза там где его будет у нас видно открываем глазки смотрим его видно дальше закрываем натягиваем на яблочко боже какие-то волшебные тени просто тушуются сами открываем глазик и прорисовываем орбитальную линию выше чем вот все это идет нависание таким образом мы с вами открыли и нарисовали цвет выше всех наших складочек возьмем чистую кисть и оттушуем края второй глаз также прямо смотрим ставим цветовое пятно над внешним уголком глаза выше всех наших складок и нависаний вот она она танцуем на этом месте растушевываем чистыми уже краями и проходим орбитальную линию тушу им висок далее этот же цвет при закрытом глазе оттушевываем на подвижное веко таким образом у нас получилось что тушевка не спряталась наше нависание она у нас есть она у нас сверху то есть первый лайфхак брови второй лайфхак тушевка внешнего уголка глаза третий лайфхак нам нужно открыть подвижное веко и сделать его больше за счет того что вот это нависание мы тоже превратим в подвижное веко что мы с вами делаем глаза смотрят вниз мы с вами красиво много кладем консилера плотного консилера в данном случае это консилер our глаз можно еще какой-нибудь плотненький взять дальше мы с вами просим открыть глаза модели просто вверх и либо сами открываем еще 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 вот отпечатываем там супер и вот это мы точно понимаем что здесь мы сможем очень хорошо нарисовать наша подвижное веко аккуратненько растушевываем супер а здесь мы уже в соответствии с этим глазиком нарисуем наше подвижное веко и чтобы его было видно мы взяли очень светлый консилер пальчиками до тушуем сделаем линию нашу ровную кисточку для губ но она очень классно работает в таких техниках возьмем с вами просто фантастический оттенок буду я его брать пальцами и заполнять подвижное веко на самом деле не гоняйтесь за этими тенями возьмите тени в там и тануки такие же дуахрома 3 а хрома и будет вам счастье сейчас возьму кисть и растушую углублю внешний уголок глаза тушу и его нашим красивейшим оттенком все умеют делать смоки на нависшем веке я живо подготовила ряд уроков макияжа на нависшем веке но не смоки и прорабатываем нижняя века и вот здесь очень важно светлым завести достаточно высоко чтобы в этом месте тоже открыть века не сложить все в складочке и четвертый лайфхак для того чтобы сделать коррекцию нависающего века я нашла самую низкую точку нависания вот она она у меня проработала здесь тенями соединила это с верхним веком для того чтобы эта линия это складка не было ниже моей тушевки и очень глубоко низко здесь затушевала что это мне дало это мне дало возможность скрыть вот эту складку в нашей тушевке и она не уходит ниже нашего века подвижного нижнего и очень красиво нивелировалась эта складка именно в нашей тушевки все уплотним цветом у нас такой красивые розово-фиалковые переливы поэтому я возьму фиолетовый оттенок вайпер и проработаю межресничку ну и пятый лайфхак это конечно же ресницы сначала ставим тушью и очень густо прокрашиваем середину очень крутой лайфхак с такими ресницами это когда мы ставим кисточку немножко приподнимаем вот так ресницы и очень хорошо оттягиваем наверх чтобы прям стали в этом месте и закрыли своей густотой нависание когда ресничек своих мало а очень часто с нависающим веком ресниц действительно бывает немного то мы будем ставить пучки и ресницы мы ставим как бы сверху чтобы опять же их не завалить прям вот видите вверх кончик реснички держите и присоединяете их к ресничному краю и это пятый лайфхак то как мы сейчас выставим ресницы будет зависеть коррекция нашего нависания на середину подвижного века мы с вами ставим самые длинные реснички а во внешний уголок мы с вами будем ставить очень короткие ресницы для того чтобы нависание скрыть но не сделать падающим глазик всегда просите после каждого пучка просите открыть глаз чтобы вы посмотрели форму все ли правильно у вас формируется и пошли короткие брать чтобы глаз не завалить боже какая красавица обратите внимание это реснички такие рогатки вот они делают просто фантастический взгляд 14 кисть очень ее люблю и именно вот такие такой эффект можно добиться ей когда мы приклеиваем нижние ресницы к искусственным то есть свои ресницы к искусственным и вот немножко ставим ресницы и вверх и нижние тоже хорошо прокрашиваю чуть-чуть ниже и моя недавняя новинка помада tom ford вы просили меня показать в деле мне она очень нравится очень красивая давайте с вами нанесем хайлайтер очень деликатно а деликатный у нас хайлайтер это конечно же our глаз целую посылку сегодня получил опять our глаз просто разорение какое-то но мне очень нравится вот все хорошо но хочется еще чего-нибудь давайте это чего-нибудь сделаем я проработаю водную линию карандашом мусс очень красивый вот ну праздник же ну радость но божечки как хорошо давай здесь раз так накрасили правда красиво я даже не ждала что мог быть такой красивый офигеть просто так слезы нам надо убрать не рыдать не рыдать нам же нужно макияж показать все супер сейчас расслабимся ладно все хорошо все я успокоил да я рассказала 5 лайфхаков как сделать из нависающего века потрясающий макияж который поражает до слез первое внимание к бровям обратите внимание что выгрызанная арка брови это плохо делайте прямую нижнюю линию естественную и природную второе интенсивная тушевка во внешнем уголке глаза должна быть чуть выше в подвижном веке но в орбитальной линии и третье это красиво открытая подвижная века делаем с помощью светлого консилера и сияющих теней четвертое это проработка внешних уголков нижнего подвижного века мы этой тушевкой скрываем складку от нависания верхнего подвижного века и конечно 5 это ресницы ставим ресницы или красим ресницы в середине глаза именно яблочко прорабатываем ресницами чтобы при открытом глазе закрыть все нависание пользуйтесь этими лайфхаками повторяйте макияж отмечайте меня в story будем с вами дружить переходите ко мне в инстаграм ставьте лайки комментируйте я очень старалась только с вашей помощью я могу развить этот канал любая ваша активность дает возможность развиваться моему каналу радовать вас новыми видео ну и конечно записывать интересные фишечки